В эфире. Всем привет. YouTube-канал Startup Visa Испания. Сегодня четверг. На моих часах подходит 12.00. Осталось буквально 2 минуты. И мы в самое ближайшее время начнем очередную бесплатную консультацию для всех тех, кто хочет получить визу цифрового кочевника и переехать в Испанию. Сейчас будут все подключаться. Я хотел сказать буквально пару слов, пока все остальные подключатся, скажем так, к луару. То, что виза цифрового кочевника по-прежнему пользуется большим спросом у всех тех, кто хочет жить в Испании. Действительно, условия достаточно хорошие, подтверждений достаточно много. Сейчас подключится наш эксперт Артем Артемович, и он об этом обязательно расскажет. Но что я хочу сказать, что условия постепенно будут ухудшаться. И поэтому я, на самом деле, часто и регулярно говорю о том, что лучше принять это... Если вам все равно предсказать принять это решение, то лучше принять его раньше. Почему? Потому что, например, вот сейчас можно... Уже заработал режим бэкэма, и возможно, что в будущем его будут пересматривать. Может быть, изменятся какие-то критерии для продления. Поэтому пока условия не изменились, нужно успевать им соответствовать и получить такой ВНЖ. И, опять же, может быть, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что получить визу цифрового кочевника гораздо проще, чем стартап-визу. Но это отличная возможность, чтобы себя подстраховать, получить вначале ее, и после этого уже перейти на стартап-визу. Почему? Мы об этом уже неоднократно говорили на предыдущих консультациях, потому что вам нужно будет платить гораздо меньше налогов. И это существенно, это сэкономит ваши деньги. Итак, я вижу, что уже начинают... Так, хотел сказать, что начинают подключаться участники, но сразу кто-то слетел. Ну, люди в любом случае подключатся. Сейчас я кину анонс. Даже не анонс, а напоминалку. Да, вот подключается наш эксперт Артем Артемович. Привет, Артем. У тебя пока звук не работает. Так, а сейчас слышно? Да-да-да, сейчас слышно. Да, ну, собственно, теперь мы можем спокойно дожидаться тех, кто придет на нашу консультацию. Сейчас мы проводим бесплатные консультации для всех желающих примерно один раз в месяц. Почему? Потому что, к счастью, сейчас изменений становится меньше. Механизм получения визы цифрового кочевника более-менее устаканился. Ну и, соответственно, мы ждем, когда вопросы будут накапливаться, чтобы мы могли сразу на них отвечать. Поэтому ждем еще одну-две минуты. Артем у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. И пока люди будут подключаться, можешь рассказать, как ты съездил в командировку, как вернулся, как все прошло. Да, мы ездили несколько дней назад в Арабские Эмираты, в Дубай. У нас там было несколько встреч с ребятами. В основном наши стартаперы, ребята, кто хочет переехать в Европу. Мы встречались, обсуждали моменты, говорили про проекты. Несколько ребят спрашивали про NAMAD. Кто-то сейчас думает, решает, кто будет подаваться по NAMAD, кто хочет по стартапу. Есть разные опции. Всегда есть варианты. Если у вас еще не готов проект, можно подать документы на NAMAD в NG, получить спокойно NAMAD, приехать в Испанию, успеть подготовить документы, сделать в проекту MVP, дописать бизнес-план, поговорить с проектами, с клиентами, ну, все-все-все допилить. И через полгода, через 7-8 месяцев спокойно NAMAD сконвертировать на стартап ВНЖ. Что дает стартап? Стартап ВНЖ дает крутую штуку. Это по бэкому, то есть вы можете получить льготу по бэкому, если у вас доход большой из-за рубежа. Если доход поменьше, до 50-70 тысяч евро, конечно, вам лучше выбрать общую налоговооблагаемую базу по прогрессивной шкале, там 19, 21, 24%, и работать в Испании, открывать ИП, как NAMAD, и получать доход, потому что у вас будут вычеты на каждого ребенка, на жену, на мужа, и все четко, можно деньги списывать там на какие-то расходы, на аренду офиса, часть там на то, на то, на то, много все, на бухгалтерские, на страховки, то есть есть много преимуществ. По бэкому не все так можно списывать, но зато можно не платить большие налоги. То есть если хотите, если у вас заработок до 50-70 тысяч евро, я вам рекомендую оставлять не режим бэкому, оставлять общий режим и подаваться на NAMAD, и все окей. Если у вас большие доходы, там 200-300 тысяч и более, дивидендная политика, вы не работаете нигде, а именно получаете как пассивный доход, дивиденды с аренды квартиры, да, это режим бэком, это для вас. Ну, тогда нужно на стартап подавать документы. У нас вот у Бориса есть возможность присоединить в готовые проекты, изучим ваш опыт, можете что-то написать. Вот такая вот штука. Спасибо, Артем. Люди постепенно подключаются. Но я хотел бы тебе еще задать традиционный уже вопрос. Вы изошли ли какие-либо изменения за последний месяц в процессе получения виза цифрового кочевника? Да, изменения маленькие есть. Сейчас более трепетно относятся и строго к банковским выпискам. Просят показать суммы в евро, чтобы была у вас какая-то определенная сумма, там 2-3 тысячи евро на счету в любом европейском банке, не только европейском, можно там и турецкий, армянский, грузинский, просто чтобы у вас было там 2-3 тысячи евро на счете и все это для еды. Ну и проверяются документы досконально, ну, как намада вашего поступления, платежные поручения, там, акты выполненных работ, контракты изучают. То есть более... У них появилось время у министерства, они быстрее сейчас отвечают, это большой плюс, но усердно просматривают все документы. Да, дают время на какие-то документы, которые не хватает, предоставят там за 10 дней. Даже бывали случаи, когда двойной дозапрос даже делают. То есть не успел человек, еще раз дают время ему, он еще готовит документы, там, 10 дней. Ну, если не успел сделать, например, апостиль, там, в каких-то странах долго делается, там, или запрашивают, там, апостиль, бывает, спрашивают, апостиль на дипломы. То есть все по-разному. Но процедура более четкая, понятная, сейчас все, мы знаем, как это все делать. Министерство принимает документы, рассматривает очень быстро. Есть случаи, когда рассматривают за 10 дней, там, 12 дней, 15 дней. Пока среднее где-то около 15-25 дней, это максимум. То, что вот большое преимущество намада. Собрал документы, подготовил 2-3 недели, на подготовку уходит потом подача, и ожидание 2 недели в среднем. Вот так. Артем, а правильно ли я тебя понял, что сейчас увеличилось количество до запросов? До запросов, да, к тем пакетам, которые просто ребята подают документы, просто вот они приходят к нам и самостоятельно готовили пакет документов, да, есть до запросов. Те ребята, кто приходят к нам, ну, сейчас бесплатная консультация, ребята, которые приходят на платное ведение, на индивидуальное ведение, мы каждый документ проверяем, наша команда отсматривает, каждый там запятые, точки, суммы, все проверяет, все-все, к ним вопросов нет, до запросов нет. Те, кто самостоятельно готовит документы, да, по ним есть вопросы, но мы все равно рекомендуем заранее, у нас есть и платная консультация, и мы просто общаемся даже с ребятами, я всегда рекомендую всегда заранее готовить документы до приезда в Испанию за месяц, готовить, а постели... Сейчас, смотрите, самое важное, апостиль на диплом не нужен, но я рекомендую его делать, потому что из десяти случаев два, бывает, запрашивают апостиль на диплом. Вот, поэтому кто хочет, собирается сейчас приехать в Испанию и подаваться по, не по опыту, а как у вас есть диплом, там, как у бухгалтера, айтишного специалиста, там, инженера, я рекомендую сделать апостиль заранее сейчас, потому что, возможно, сейчас это не нужно, но через неделю, через две придут изменения и скажут, нет, ребята, апостиль на диплом делайте, вот так. Спасибо, Артем. Я вижу, что к нам подключился Юсов. Юсов, здравствуйте. Есть ли у вас вопросы по получению визы с правого кочевника? Да, Борис, Артем, добрый день, здравствуйте. У меня есть как раз, да-да-да, вопросик задавал в чат. Артем, спасибо за ответ. Вот, хотел бы кейс раскрыть немножко. В общем, у нас ситуация какая? Я с девушкой, у нас у обоих удаленная работа, по доходу, по остальным критериям мы проходим. Получается такая ситуация. Я прохожу по доходу, если один подаюсь, и прохожу по остальным критериям. То есть у меня есть там дипломы высшего образования, у меня есть опыт работы от трех лет. Вот, а она проходит только по доходу. Вот вопрос в том, то есть, а если, получается, заключить брак, то мы уже по доходу не проходим. Вот, и у меня вопрос в следующем. Как, собственно, какие варианты есть? Есть ли вариант, как бы, мне получить визу, а потом заключить брак и перевести ее, или вот не брак, а пареху? Вот, в общем, вот этот вот кейс хотелось бы. Это не проблема. Если у вас есть возможность, у вас, давайте так определимся, сумма дохода на одного человека, какая сумма, если сможете в эфире сказать? Да, 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 2 900 евро. О, 2 900 евро, ну это почти 3000 евро. Вам еще остается до, ну, на супругу докинуть, получается, еще 700 евро. Небольшая сумма. Возможно, министерство пойдет вам навстречу, это где-то 90%, что да, пойдет вам навстречу, если вы покажете им на 2 года сумму, которая нужна на жену. То есть у вас на жену сейчас у нас 12 000 евро в год, значит, ну, это как в стартапе и в намаде, так 12 000 евро, примерно там 1 с копейками уходит. Значит, нужно, если есть возможность, покажите 24-25 000 евро, и никаких проблем не будет. Если есть возможность, даже можно в разных банках показать. У нас ребята показывают там, ну, ухитряется это, ну, зато это все официально легально. Берут, ставят деньги в один банк, там 10 000, потом снимают, переводят в другой банк, там 5 000, там 10 000, и выходят с 2-3-4 банков, берут эту выписку в евро и показывают в министерство. Да, там разница в пару дней будет, ну, ничего страшного, за неделю можно, там, понедельником выписка, средой, там, пятница выписка. Это можно все показать, и министерство принимает такие документы. У вас небольшая сумма, можно, в принципе, показать. Но, учите, сейчас они начали требовать именно не году, а просят уже на 2 года показать сумму. То есть вот так. Они поняли эту фишку, ну, что небольшую сумму можно легче скопить, они сейчас хотят видеть именно побольше. На 2 года. Знаете, вам в НЖС все равно дадут на 3 года, все окей, но попросят показать на 2 года. Сейчас прям до запроса, несколько до запросов было, они как под копирку начали писать всем, кто присоединяет семьи, родителей, большие семьи, у кого дети побольше, постарше, или там, ну, там, другой, трое детей. Они просят не только доходу к вашему, который вы получаете вроде официально все окей, они еще просят показать сумму, не хватающуюся на 2 года. То есть прям, ну, прям взялись за это. Но это тем, кто присоединяет родителей и присоединяет детей, которым там 18-20 лет, которые зависимые дети, то есть они хотят увидеть точного человека из деньги. А маленьким детям до 18 лет, там, 15-10 лет, вообще нет проблем. К парэхам тоже нет проблем. Но если не хватает, рекомендую сделать такую фишку и все. Там 2-3 справки с банка поставить. Доход жены не учитывать, не будут, но можно написать письмо и сказать, что вот, у меня есть деньги, вот на сумму там 20 с чем-то тысяч евро, окей, хватает. Но еще вот видите, у меня есть у жены доход, она получает там работу там 500, 1000 евро, 2000 евро зарабатывает, все у нее окей. Вот. Они пойдут навстречу, почему бы нет? Угу, угу. Очень важно. Главное, очень важно, министерству все нужно объяснять, аргументировать. Первое, вот у меня сумма. Второе, у меня вот жена работает, как бы партнер, вот наша Пареха, вот мой доход, вот у меня контракты. Прям по пунктам все, и тогда будет все идеально. Угу. Артем, а можно здесь тоже уточнить тогда, раскрыть немножко по этому вопросу? Если мы не в Испании хотим подаваться, а в России, в консульстве, то есть годовой ВНЖ хотим получить, получается... Ага. Навряд ли, честно. И вот в этом кейсе вам будет тяжело. Лучше подавать, рекомендую, в Испании. Пареху вы не сделаете, по Парехе не примут документы, в России только примут по браку, скорее всего, потому что это смысл вам здесь Пареху делать в Испании, потом подавать документы там, они скажут, а вы же не живете. И получается, с Парехой стопроцентный вариант по партнерству это только в Испании. Потому что там будет, или нужна будет, или прописка ваша совместная, или два свидетеля. Ну, где вы живете, например, там, в Парселоне, в Мадриде, там, в Валенсии будете подавать документы на Пареху. Нотариус решит, каждый индивидуальный решит. И он скажет, ага, так, не, прописка, только с пропиской хочу. Если нет прописки возможности сделать, тогда идите, ищите двух свидетелей, знакомых, возьмите с собой, возьмите к нотариусу, и скажите, вот это там Иван, вот это Сергей, вот он хочет, они хотят нам, ну, как, подтвердить нашу, нашу, как, совместную жизнь, проживание. Берете нотариус, смотрят, спрашивают у них, да, они живут вместе, они скажут, да, окей, это как, типа, на суде будет такое, ну, там, пять минут, это формальность, никто ничего не будет спрашивать, просто живут, они скажут, да, она спрашивает у вас, нотариус, у жены, все, делают вам Пареху, вы регайте в мэрии, и все, там, пару минут. В России такая штука не прокатит, не пройдет, нужно только в рак, 100%. Или там доказывать, у ребят были кейсы, доказывать нужно совместное проживание, там, совместные счета, прописка, ну, это тяжелее, это, ну, смотри, не выпадали документы, и отказ, зачем играть в лотерею, в Испании четко, прозрачно, понятно, на три года сразу в НЖ, в России вы получите на год, пока приедете, пока карточки, пока это, надо будет заново подавать, еще раз открывать ИП, платить за страх, вводить, и может вообще потом не захотят они, или измениться правилом. Получил на три года, и спокойно себе, будь в Испании. Артем, у меня сейчас пришла в голову мысль, смотри, вот прямо, вот в прямом эфире, то если получить на один год в Москве визу Д, по визе цифрового кочевника, потом приехать сюда и здесь подаваться на стартап. Да, это супер идея, потому что, если на стартап подаешь, опять же, не нужно будет открывать ИП аутонома, никаких нет у вас, ну, обязательств, вы спокойно пробыли, сделали там свои дела, сделали там, добавились в проект готовый, если есть возможность, у вас, у Бориса есть возможность добавить готовые проекты, добавиться и спокойно еще на три года полноценных получить ВНЖ, и этот ВНЖ, он будет, вообще, даже супер выгоднее, чем намат, потому что у вас будет право работы, у вас будет у жены, можно открывать ИП, можно не открывать ИП, стартап реально действующий, можно потом продлиться с этим стартапом, никаких нет обязательств, это круто, и можно еще подавать на Бэкхэма, то есть как, еще ребята хитрят, ну, стартаперы тоже можно, в Номаде такого нельзя сделать, как хитрят еще, можно, например, доход получить на какую-то иностранную компанию, получать, как дивиденды, ну, и в Испанию эти деньги спокойно, легко заводят, показывая, что он не работает, это получает пассивный доход, это как дивидендная политика, и по Бэкхэму, он не будет платить налоги эти 6 лет, то есть вообще классная штука, но только в Испании, в Испании ты ничего не заработал, как бы, ну, как бы, никто не платишь, но это, это честная легальная схема, но нужно открывать ООО, оплачивать налоги в Казахстане, в Армении, там, в Эстонии, где есть возможность, там, в Румынии, вот, в Румынии тоже классная такая штука, там вообще 1%, от 1 до 3, получать как дивиденды, заводить эти дивиденды в Испанию, говорить, что этот доход был как, не вы работали, а как дивиденды, тут же никак не докажешь, что работал ты или нет, а вот если ты зарплату получаешь по Бэкхэму, такую штуку уже нельзя получить, то есть ты, они скажут, налоговая скажет, через 2-3 года скажешь, нет, ребят, стоп, ты получаешь зарплату, окей, но ты делал онлайн услуги, находясь в Испании, так, ты смотрел на это солнце, жил здесь, жил в квартире, в Испанской, центр жизненных интересов был здесь, плати налоги здесь, и Бэкхэм не распространится на зарплату, вот такая штука, по стартапу самое классное, это сделать намат, визу D в России, и потом по стартапу дать, но те, кто хочет получить и не хочет идти в стартап, самый быстрый способ, это получить, если намат, они получают намаду на 3 года, спокойно жить здесь, потом, если он, ну, контракты там расторглись, еще что-то случилось, ну, все бывает, это работает, реально, это услуги, нельзя прямо гарантированно знать, что работать у тебя будет 3 года платить, можно спокойно перейти на стартап ВНЖ, потом, после трехлетнего прорывания по намаду, вот тоже такой вариант. Поэтому, Юсуф, прислушайтесь, вот, к моей идее, это действительно, вот прямо шикарный вариант, вы точно будете знать, что вы можете переезжать в Испанию, в самом крайнем случае, если со стартап-визой что-то пойдет не так, то вы можете продлеваться дальше по намаду, вот, но, еще раз, вы получаете огромное преимущество, вы можете спокойно завершать все свои дела, переезжать, снимать квартиру в долгосрок, потому что вы понимаете, что вы останетесь в Испании. И до этого, честно, мы про такой кейс не говорили, но в нем огромное количество плюсов. Самое главное, найти ситу, поймать ситу в консульство Испании, потому что, возможно, что там очередь, вот, ну и, соответственно, двигаться достаточно быстро. Да, Борис и Артем, спасибо большое. Пожалуйста. Если есть еще вопрос, Юсуф, то можете задать. Сегодня у нас... Да, 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 Юсуф. Да, я тогда воспользуюсь возможностью. То есть, я, на самом деле, про стартап-визу пока ничего не изучал, мне, наверное, надо посмотреть там, как раз то, что закреплено в чатике, я это сделаю, и вопросы там задам. Вот, по поводу банков хотел спросить. То есть, получается, что российские банки не канают вообще, это должны быть банки любые другие. Нет, испанский, сейчас, объясню, испанское министерство относится хорошо к российским банкам именно к поступлению денег. Вот, вы как намат, вы работаете, у вас ИП, или вы работаете по сервисному контракту, да, там, или вы самозанятый, вы получаете на российские счета, или вы получаете деньги там, на армянские счета. Да, они такое принимают. То есть, у вас ИП, может быть, там, в Армении, в Грузии, например, расчетный счет, например, там, в американском банке вам поступают туда деньги, вы инвойсы выставляете с российского ИП, или с грузинского, или с армянского, ну, на счет, например, поступают там, в Эстонию, или там, в Польшу, или в Армению, или в Россию. Так, возможно, это все окей. Они просто понимают, что вы, выставляете там, фактуры, все окей, и платите налоги, значит, соответственно, вы у себя там, ну, в Грузии, в России, там, где. Ну, российский счет принимает без проблем, но только принимает, как поступление денег намада, то есть вы как намад, вы можете показать, но как остаток денег, и для вот вашей, ну, как бы парейхи, для партнера, который будет, вот испанцы такое не примут, они скажут, не-не-не-не-нет, российские деньги нет, санкции то-се, вот покажите нам в евро, именно в евро, вот заходят именно в евро, там вот пригодится армянский счет, грузинский, в Айс, там, американские счета, без проблем. Вот это, это очень важный момент. На маски денег, которые вам приходят, как за услуги, как зарплата, они принимают выписку каждый месяц, там, например, у вас там за полгода, вы с вами, мы с вами будем подавать через нас, мы с вами покажем им, например, там, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, каждый месяц по 3 тысячи, там, с чем-то евро приходят, это там, грубо говоря, 350 тысяч рублей, это все можно показать, курс там, письмо написать, это все покажем, но деньги, как на супругу, на партнера, только захотят увидеть в Европейском банке или, ну, Грузия, Казахстан, кроме Белоруссии, и России. Да, спасибо большое за пояснение, у меня больше нет вопросов, спасибо. Если вопросов нет, тогда у нас сегодня получилась индивидуальная консультация, я хочу сказать, что те, кто будет смотреть вот это вот видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите свои вопросы, комментарии, рекомендуйте наше сообщество виза, испанская виза цифрового кочевника, потому что мы действительно помогаем абсолютно бесплатно, отвечая на ваши вопросы, разъясняя какие-то моменты, генеря вот такие новые идеи, новые кейсы для того, чтобы вы смогли переехать в Испанию, и чтобы у вас был фон такой же, как у Артема, например. Поэтому спасибо, спасибо Юсуфу за участие, спасибо Артему за ответы на вопросы, и до встречи в Испании. Пока. Да, хорошего дня. Все, пока, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok